здравствуйте друзья вы видите плачет девушка у нас тут с ней кавалер значит ну девушку зовут иванка и те кто давно смотрит наш канал может быть помнят иванку она появлялась два раза у нас до первый раз вы участвовали в конкурсе и вы я вспомню сейчас вы корейский язык знаете и вы работали в корее или нет в америке вы работали в америке апр да вот это вот в корейской семье и сидели с такими детками и еще так как-то медитировали мудры какие-то делали там да вот значит вот было такое видео и вы откуда-то из западной украины откуда не помню потом у нас было видео когда вы тестером стали выучились в онлайн-классе у нас все вы как победитель конкурса попали значит там бесплатно в онлайн-класс и таки воспользовались вот и и чего теперь расскажите ну я уже год и четыре месяца пять месяцев получается работаю в одной компании это в каком месте где уже оракоу нет нет а в нью-йорке нью-йорке это в нью-йорке то есть моя первая работа то что я нашла в компании где я получила оффер я пошла в ту компанию потом ту компанию выкупила большая компания и вот уже я сейчас работаю в большой компании но как маленькая но как то есть вы фактически не меняли стул на котором сидите просто компания перешла в собственность кому то еще да ну все отлично а вы совсем маленькая правда вам сколько лет двадцать четыре пять двадцать четыре маленькая хорошо такая кавалера у вас откуда идите кавалер идите сюда где нашли кавалера он такой большой их тут счастливее так ну мы встретились в нью-йорке я сам из полтавы украина так ой так я же из полтавской у меня мама из полтавской области из кременчуга так приехали вас навестить так получилось что я билеты нашла в калифорнию по делу хорошему почему почему 430 или 440 за 4 билета то есть раунд три на двоих на двоих так это пол цены практически молодцы и поэтому это что получается знаете там билеты не дешевле когда во вторник и мы прилетели во вторник прошлый мы взяли машину вариант и мы приехали на таху в юсэмити в сиквое national park то есть мы поездили вчера мы вернулись сан-франциско и я такая надо заедем давайте вот что сделаем давайте вы возьмите камеру так а мы значит мы с иванкой пошли встанем так чтобы нас было видно издалека пошли снимайте чтобы было видно какая она на самом деле маленькая вот мы попали в камеру здесь да вот она заплакала друзья она заплакала когда меня увидела я привык это не первый человек который плачет у меня в офисе много лет года четыре до сколько все вместе меньше два с половиной вот мы бы много лет как бы шли к этому коридору вот мама ваша как что говорит мама мама папа все нормально нормально ну хорошо ну просто растишь растишь девочек я вот сам такой тоже у меня вот и девочка и две девочки внучки вот я знаю что такое растить девочек растишь растишь потом они раз куда-то умотали поэтому я решила заехать обязательно это Пошли подарки смотреть. Она к нам с подарками. А вы еще такая в юбочке, стойте там. В такой короткой юбочке, как школьница такая. Там восьмой класс. Так, пошли смотреть подарки, друзья. Ну, доставайте, что там у вас. Скажите мне такую вещь. Доставая подарки. Скажите мне такую вещь. Вы фактически работаете на одном месте. Если бы вы за полтора года пару раз поменяли работу, вы бы, наверное, больше зарабатывали. Ну, я неплохо зарабатываю. Ну, хорошо. Давайте так, не касаясь ваших личных доходов. Скажем так, рыночная цена вот такого тестера, как вы. Вот, допустим, если бы вы пошли сегодня искать работу, меньше какой суммы вы бы не стали разговаривать? Наверное, если без бенефитов. Я имею в виду, что... На контракт. Еще же есть такой вариант, как акции сейчас. То есть ты покупаешь... Нет, забыли. Нет, ничего. Ну, что у нее только деньгами. Ну, 70, наверное, у нее... Тысяча 70 в год. Да, да. То есть... Ну, это на селари. Я не знаю, как там на... Да. Но это с бенефитами. Со страховками со всеми делами. Вот вы сейчас так работаете. Да, да. То есть это селари, это годовой оклад. У вас есть страховка. У вас есть вакейшены. У вас есть... Да, оклачены. Да, да. То есть это совсем 70, я думаю, это нормально. Так вы в профессиональном плане, может быть, вы два слова скажете. Вы такой manual, ручной тестер или вы уже подхватили что-нибудь более сложное? Ну, автоматизацию я не делаю, но я могу... У меня есть... Я должна уметь читать HTML и JavaScript, потому что я делаю... Код на страничке. Да, да, да. Вот. Просто открывать, проверять, как найти тег, как он там работает. Хорошо. То есть вы разметку странички знаете? Да. Хорошо. А корейский язык вам уже не нужен больше? Ну, нет. К сожалению, никак не пригодится. То есть высшее образование у вас есть? Да. Да, у меня... Филологическое. Да. Я переводчик. Кроме корейского что у вас там? Просто переводчик корейский со знанием второго языка. Второе это как английский. Понял. Ринат, у вас там Жанны нету? Есть. Давайте ее на секундочку. Ой, я помню Жанну. У меня была Жанна и Наталья. А, она же вас преподавала. Конечно, конечно. У меня Жанна была, если я не ошибаюсь... Мобильный проект вела. Жанночка, заходи сюда. Это... Это... Иванка? Да. Иванка? Вы меня не помните, но два года... Она училась у тебя в онлайн-классе. У нас преподавали в онлайн-классе. Очень приятно. Так, идите, загруйтесь, а то я вас так... У меня разбежали в кадре. Жанна, скажи честно, из какой ты в области родом? Винницкой. Винская. А я Волинская. Волинская, да? А была Западнянка у нас. А ты нет? А я Индемидов. А ты... Размовляешь украинскую мову? А уже ж. Вот, видите, уже. Я разговариваю украинскую мову. Это моя родная мова. Да. Я закончила среднюю школу с украинской мовою. Так. Это была моя первая мова. Кто еще разговаривает? Родной язык? Родного российского областного друга. То есть, подожди, у тебя родной язык был украинский? Родной язык. Дома мы разговаривали по-русски. Только по-русски. Так. А в школе, так как я училась в украинской школе, абсолютно все предметы были на украинском языке. И даже когда я поступала в институт, я писала сочинения на украинском языке вступительное. Так. И сдавала ту же математику, физику и все остальное на украинском языке. Я не знала русской терминологии. Слушай, так ты что этого? Павла Тичину, и Тараса Шевченко, и Леся Украинку, и Ивана Франка, и Коцюбинского. Да ты что? Это же прямо это... Да так, 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 так. Эней был парубок, бедовый, и хлопец хоть куды казак. Котляревский. Котляревский. Да. Эней, да. Друзья, мы тут можем... Мы тут можем. Хорошо, ладно. Я почему-то подумал, что ты из... Нет, я не из Волыни, из Волыни, это западная. А мне казалось, что это рядом там где-то. Ну, не совсем, недалеко, но не рядом. Ну, хорошо. Я с Подилля. Вона с Карпат, а я с Подилля. Ну, я тогда понял. Краса Украины, Подилля. Это я знаю. Это у тебя прямо какой-то штамп там где-то. Это кто-то умный сказал. Может быть, даже Англии малыши. Я тебе скажу, что ты мне напомнила. У нас тут был один эфиоп в школе. Он учился... А он тоже по-украински. Вот сейчас я расскажу. У нас учился эфиоп. Эфиоп, в общем-то, выяснилось, что он закончил университет в Донецке. То есть его из Эфиопии послали. Ну, когда-то. И я ему говорю... У него жена украинка. Значит, я ему говорю, слушай, так ты что, это и... По-русски там можешь жить. Он говорит, шур, говорит он, Донецк, город Шахтеровск. Это прекрасно. Это великолепно. Это действительно здорово. Вот, так что он... Вот дальше это он как-то уже... Так что мы умеем. Ладно, спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. Жанночка, будешь участвовать в просмотре подарков? Давайте. Ну, а как же. Так, это нам шоколад. Да, это как-то. Жерардель. Жерардель, друзья, это в Сан-Франциско. У нас прямо... Это вы были в Сан-Франциско. Да. Есть фабрика. Если вы видите Жерардель, это наш местный шоколад. Я там, кстати, снимал... Где только не снимал, друзья? В смысле, видео снимал. Ну, вот я не знала, что еще. У нас есть выпечки за кусочки. О, друзья, у нас женский... Поэтому это что-то такое интересное оно выглядело. Красивая вот идука. Смол сойти. Это недалеко от этой фабрики. Что-то там Apple Pie какой-то. Нет, это на территории фабрики. Да, это на территории, но там вот вина. Apple Pie ликер написано. Да, да. Это ликер, ну... Apple Pie ликер. Это сладенькое. Может быть, это чтобы делать пирог яблочный туда наливать? Я думаю, что это алкоголь. Нет, это естественно, алкоголь. Да. Ну, что-то. Очень приятный. Хорошо, ладно. Значит, давайте мы вам тоже что-нибудь подарим. Хотите флаг Соединенных Штатов? О, у вас есть флаг? У меня есть некоторый запас, я их раздаю, потому что раньше для конкурсов, я для конкурсов использовал. Хотите, возьмете флаг? Возьмем. Так, пошли за флагом. У меня тут есть место. Значит так, но поскольку я с камерой, то вы тогда открывайте вот этот вот ящик. Давайте я буду снимать. Да, ничего страшного. Да. Вот они, это все флаги. Это все флаги. Это все флаги, да. Хотите, я вам книжку по тестированию подарю? Эту? Нет, там дальше. Вот такую. Это наш учебник. Да, у меня такая есть. А, ну, тогда я вам подарю книжку, которую я сам написал. Я тоже читала вашу книжку. Ну, давайте. Но у вас нет бумажной книжки? Нету. Нету. Только подпишите. Все, подпишем. Значит так, давайте мы, сейчас я ключиком, покажите, где там. Где-то. Надо, где, вот, 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 сейчас мы ключиком ее, оп, оп. Так, открываем. Друзья, не распечатано, а, как вам такие флаги? Ого. Так, стоп, ну, сейчас с вами вот что сделаем. Так, обернитесь, обернитесь этим, обернитесь флагом. Так, давайте немножко так вот обернитесь. И вот вам вот такая кепка. Все. Вот, друзья, вот у нас Иванка, можно сказать, президентское имя такое вот у нас. Иванка Американка. Вот. И мне еще хочется показать, что вот юбочка короткая, и вот ты такая, вот, пионерка такая. Вот, Иванка Американка. Ну да. По-простому. Вы же и были вожатые, правда, у корейских деток? Да, вожатые, да. Так, хорошо. Значит, пошли книжку подписывать. Пошли. Значит, тут, друзья, когда подписываешь книжку, тут есть тонкий момент. Потому что на книжке специально отведено место для подписи. Вот тут, под моей фотографией. Но дело в том, что... Как на ней писать-то она уже... Книжка толстая, поэтому я беру одну книжку, подкладываю ее под другую. И вот тут, корявой, натруженной рукой, которая уже по-русски, друзья, а, собственно, и по-английски, письменно. Знаете, так все, наверное, на клавиатуре, на клавиатуре. Так. О, а это Наталья идет, да? Где Наталья? Да, это Наталья, наш педагог, да. Напишет, значит, мы напишем так. Иванке, Иванке-Ясному Солнышку. Ну, так и есть же, вот, каваляр же не даст собрать Ясному Солнышку. Так, от кого, кто я вам? От наставника. От... Какой наставник-то? Какое-то прилагательное нужно. От восхищенного. От восхищенного наставника. Друзья, вы все согласитесь со мной? Наставник, окей. Что девочка совершенно невероятная, восхитительная, сладкая. И еще плачет. Это так трогательно. Так, значит, я расписываюсь. И мы тут по-английски уже напишем, что это Лос-Алтес. Лос-Алтес, Калифорния. Сентябрь 18. Септембр 18. А вот с этими лотереями, уже не знаю, 18-е, 19-е, сейчас 20-е будет, и уже начинают года путаться. Так, все. Давайте, значит, все. О, обнимашки. Все, обнимашки. Отдаем ей книжечку. Спасибо. И родителям тоже привет передадим. Обязательно. Вот, а то растишь-растишь, знаешь, потом привет не передадут. Да, у меня же папу тоже Миша зовут. Да вы что? Да, как мне. С Мишами, по-моему, в этой жизни. Сейчас редко имя имя, сейчас Мишу, вот, будет дед, мальчик у вас, назовите Миша. Потому что сейчас Миша редкость. Кого только нет, вот, а с Мишами проблема. Ну, хорошо, давайте мы тогда попрощаемся. Иди сюда. Попрощаемся с нашими зрителями. И скажем им, чтобы они участвовали в наших конкурсах. Обязательно.